Привет, друзья! С вами Грибановский, сегодня в небольшом ролике я хочу рассказать вам о причинах задержки второй серии «Путь наверх» Валерия Кипелова. Дело в том, что я столкнулся, ну не сказать, что с предательством, поскольку этот человек мне ничем не обязан, но всё-таки с какими-то неприятными действиями с его стороны. Все вы, я думаю, помните забавную 8-битную интерпретацию знаменитого хита «Я свободен» Валерия Кипелова, прозвучавшую в заставке первой серии. Кому-то из вас она понравилась, кому-то нет. Тем не менее, на мой взгляд, она хорошо вписывалась в задуманную мной концепцию. Перед использованием трека я, как водится, проверил его в базе данных ютуба. Никаких ограничений на него не было, поскольку чего греха таить, исполнитель этот малоизвестен. Хорошо решил я и стал строить интро, отталкиваясь от определенного музыкального отрезка этой композиции. Получившийся результат счёл удовлетворительным и смонтировал его с готовым роликом, который вы все видели. Спустя какое-то время, просматривая комментарии, я заметил, что ютуб опознал трек и теперь любой желающий мог прослушать эту композицию и другие произведения автора. Прекрасно, подумал я. Вот и решились все вопросы. Никаких писем с предупреждениями или чем-то похожим мне не пришло. Посему я счёл инцидент исчерпанным, но сегодня, буквально полчаса назад отвечая на ваши комменты, я заметил весьма неприятную вещь, причём даже не для меня. Поясню. Как вы знаете, весь контент, размещенный у меня на канале, в данный момент по-прежнему не монетизируется, за исключением ролика «Аутофилия крещения огнём» в пользу ёлки. Теперь к нему присоединился и путь наверх Валерия Кипелова. Автор восьмибитного ремикса счёл возможным дать мне право использовать отрывок его произведения, но ролик будет монетизироваться в его пользу, за что ему спасибо. Никаких нареканий у меня вообще к нему не было бы, но вот ведь какая история. Автором оригинальной композиции являются Валерий Кипелов и Сергей Маврин. Я не знаю, что нам говорит авторское право относительно ремиксов и в какой степени человек, обработавший оригинальный трек, должен делиться своими доходами с правообладателями. Если кто-то из вас знает, пишите. Нечестно скажу. Разбираться во всём этом неохота. Будь это стопроцентный авторский трек, я бы и слова не сказал, и никаких действий предпринимать не стал бы. Но поскольку, как вы сами слышали, авторство композиции довольно спорное, я решил отказаться от дальнейшего использования данного трека, из-за чего и затянулось производство второй серии. Хочется сделать что-то, как минимум не уступающее первой части, не волнуйтесь. Вторая серия «Путь наверх Валерия Кипелова» обязательно в скором времени выйдет. Что ж, по крайней мере этот музыкант избавил меня от сомнений, стоит ли изменять интро или нет. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и обязательно оставляйте свои комментарии. Я их все читаю и по возможности отвечаю. До скорых встреч. Удачи!